Приветик, я Аня, а со мной мои собачки Чихуа София и Иван. Жми красную кнопочку подписаться внизу, если тоже любишь животных, как я, и обязательно нажимай колокольчик, чтобы первым смотреть наше видео. Сегодня будет очень необычное видео. Сигна и кодовое слово будут чуть позже. И сегодня я расскажу вам, с одной стороны, веселую и радостную новость для нашей семьи с Иваном и Софией, а с другой стороны, печальную и грустную историю. У меня даже сейчас дрожат руки, и я нервничаю, и... короче. Вчера я с Иваном поехала в Москву по делам кое-каким, и сделала Ивану прививку заодно. И мы пошли в одну из ветклиник, в которой в том числе, к сожалению, в нашей стране это еще работает, усыпляют собак. То есть люди могут прийти туда и усыпить свою собаку, которая им больше не нужна, или, например, старенькую собачку, которая уже обречена. В общем, какие-то люди принесли свою собачку, тоже Чихуахуа, на усыпление. И когда я ее увидела, у меня реально просто встали на слезы на глазах, потому что я не совсем понимаю таких людей. Ну, как бы, я не буду никого судить. Когда я спросила, зачем ее усыплять, она чем-то болеет, или что-то с ней случилось, они сказали, что они просто уезжают в другую страну, и все их семьей переезжают, и им больше эта собака не нужна. Вот так. То есть просто, как бы, она им не нужна, они не хотят ее брать с собой, и все то время, сколько она с ними прожила, это вообще абсолютно не важно. И как бы они расставались с ней, ну, не расставались, и когда они ее туда принесли, как будто это какая-то просто вещь. Это сложно описать вообще, как бы сложно описать эмоции и чувства. Я думаю, вы понимаете, что это практически нереально описать эти ощущения, когда ты видишь собаку, которую вот сейчас принесли усыпить, и люди объясняют это тем, что они уезжают и не могут ее взять с собой. И времени на то, чтобы искать какие-то там добрые руки, у них просто тупо нет. Я была в жутком шоке, в жутком стрессе, я просто, наверное, вся вспотела там, разнервничалась, и единственное, что я им сказала, давайте я ее у вас выкуплю. Все. И теперь в нашей семье вместе с Софией Эйвеном, со мной, будет жить Миша. Она сейчас очень боится, она напугана, у нее стресс, конечно же, очень сильный и очень большой. Я не представляю, что она думает и чувствует. Ее будут звать Миша, как Миша Бартон. Когда я увидела эти глаза собаки, которые принесли усыпить свои родные и близкие хозяева, у меня просто не было слов. Это единственное, что я могла сделать, единственное, как я могла ее спасти. Я не знаю, как она желадует водам, но судя по характеру Миши, она не знает человеческую речь. Она не знает, конечно же, никаких команд, она ничего не понимает. Мишу, конечно же, нужно привести в порядок, помыть. Глазки у нее текут, из попочки у нее пахнет. Эйвен и Софью уже с ней познакомились, и после того, как я ее принесла домой ночью, мы приехали, у меня было какое-то нереальное состояние, было нереальное количество эмоций, переполнения. Ведь вы же знаете, кто смотрит за моим каналом, что я хотела купить щенка очень. И я сильно засомневалась, какого щеночка купить. Шпица или Чихуа или еще кого-нибудь, потому что вы много насоветовали. И, конечно же, я все равно хочу щенка в нашу семью теперь из трех собачек. Я решила, что прошлая жизнь Миши, которая была у нее, судя по тому, как она боится, судя по ее характеру, мы хотим ее забыть, в общем. И хотим забыть, что было до этого, как с ней обращались, как ее звали, потому что у Миши начинается новая жизнь, новая жизнь в нашей семье. Вот такая вот маленькая собачка, которую хотели убить свои же родные и близкие люди. Это очень страшно, когда такие ситуации происходят в нашей жизни. И я не хочу, чтобы... Я хочу вам сказать единственное, что, пожалуйста, заботитесь о своих собаках, будьте к ним внимательнее. Не бросайте их, потому что это живые существа, и бросать их вот так вот на смерть, просто потому что у вас нет времени или она вам надоела, нельзя. Короче. Мишка будет с нами жить теперь. Да, Миша? Увидим мир! Вообще ощущение, что она практически не общалась с людьми, не видела улицу и ничего, потому что она всего боится, и для нее все как что-то новое. Она не знает, что такое игрушки. Вообще она не умеет играть. Да, Ивась. У нас обязательно все получится, и Миша обретет новый дом, забудет свое прошлое, будет счастлива в нашей семье. У нее начнется новая жизнь, в которой будут игрушки, собаки, счастье, радость, любовь, и никто никогда не захочет ее усыпить. Ой, Господи. Так что скажите, пожалуйста, добро пожаловать Миша, нашу семью большую, в том числе и к бабушке тоже. А наш приветик и видеосигно для Анютик Лиз. Привет! Если хотите получить такой же привет и видеосигно, пишите в комментариях кодовое слово из этого видео, я скоро его скажу. Конечно же, София и Эйвен остаются моими самыми родными и любимыми детками. Миша просто становится нашим новым членом семьи, которого мы примем. И очень хотим, чтобы вы также приняли ее на нашем канале, нашего нового дружочка. И обязательно буду держать вас в курсе, как Миша развивается, что происходит в ее жизни, как мы учимся всему заново, как Эйвен и Софи с ней общаются, играют, не принимают ее или принимают, посмотрим. И также Миша, наверное, появится и на моем канале AnyMagic, на котором сегодня аж два видео, обязательно пойдите, посмотрите, я ссылочки оставлю внизу. И Вася уже даже с Мишей сегодня спал, учил ее ходить в туалетик. А Софиша пока нет. Ты же полюбишь Мишу. Полюблю, конечно, мам. Полюблю, конечно. Полюбишь Мишу? Не знаю, посмотрим. Софиша пока держится на расстоянии. Кодовое слово в этом видео состоит из двух слов. Спасение собаки. Я не буду вас с Эйвеном любить меньше, я буду любить вас, как самых первых моих собак. Но мы должны были ее спасти. Да, я поняла. Это уже спасти. Мы должны были это сделать, Софиша. Мы не могли поступить по-другому. Да? А очень скоро еще одна нереальная новость. Что мне подарила девочка? Короче, вы жмите кругляшки и Миша говори. Она пока не умеет. И смотрите еще ролики. И лайк поставьте, я слежу. Субтитры подогнал «Симон»!